Операции не избежать, если пациент практически перестал мочиться. Так зачастую проявляет себя аденомо-предстательной железы. Доброкачественное образование у мужчин, которые в большинстве случаев лечат хирургическим вмешательством. Пациент в сознании под спинальной анестезией. Уже через день мужчина забудет о недуге. Сегодня аденому-простаты врачи впервые в крае удаляют при помощи плазменной энергии. Через уретру проводится рейктоскоп, специальный аппарат. С помощью его проводится петля, петля нагревается и срезает послойно аденоматозную ткань. Все и делается все внутри. То есть ни разрезов, ни прокурсов, ничего нет. Операция занимает от 30 минут до 2 часов. Сегодня врачи госпиталя ветеранов-воин одновременно и борются за здоровье пациента, и демонстрируют свою работу коллегам из разных городов России в режиме реального времени. В соседней аудитории оперирующему задают вопросы. Какие вы, как правило, определяете эти сроки после операционного введения? Как-то полное восстановление? Состоятельное мочеспускание восстанавливается сразу после удаления уротрального катета. Часто с такими проблемами сюда попадают именно возрастные пациенты. Мужчинам, особенно после 50, доктора рекомендуют не затягивать даже, казалось бы, с малозначительными проблемами. Сразу вам скажу, что одновопредстательные железы есть у всех мужчин. Другое дело, что у ряда больных она протекает малосимптомно, а у ряда пациентов приводит к необходимости проведения хирургических операций. Поэтому с возрастом, чем старше пациент, конечно, тем больше вероятность того, что у него это заболевание выйдет в таком варианте, который потребует вмешательства. И поэтому очень важно, с учетом того, что в этом возрасте имеется куча сопутствующих проблем, грамотно разобраться с этими больными, грамотно их подготовить к операции. Сегодня врачи-урологи госпиталя успешно внедряют новые технологии, чтобы как можно скорее вернуть пациентов к здоровой жизни. Ведь ежегодно от заболеваний простаты лечится 15 тысяч мужчин. В следующем году доктора ожидают поступления нового оборудования, чтобы усовершенствовать еще и лазерные операции, которые уже успешно проводят в других медучреждениях края. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.